Вот, ну а теперь вся жизнь наша состоит из сочетания смешного и трагического. Немножко повеселились, немножко улыбнулись и переходим снова на серьезную тему, тему постановления памяти о жертвах Холокоста. Михаил Левин, присоединяйтесь, пожалуйста, к нам, в Соединенные Штаты Америки. Здравствуйте! Здравствуйте! Я Майкл Левин, говорю из Филадельфии, Соединенные Штаты. Сегодня, прежде всего, я хочу вас поздравить с праздником, а также поблагодарить всю команду Виталия за вообще хорошо организованное мероприятие. Цель сегодняшнего моего выступления – это атлас расстрелянных мест на Украине. Но перед тем, как рассказать о нашем проекте 2020 года, я хотел бы немножко рассказать о нашей организации. Сам я родился в Ленинграде, попал давным-давно, где-то 32 года назад мы эмигрировали в Филадельфию. В 2015 году группа родственников решила посмотреть место, откуда мы родом. И мы собрались в Киеве, взяли автобусик и поехали в Славуту. Недалеко от Славута есть такое местечко Красностав. Вместе с нами была команда, два звукооператора, один из Киева, другой из Москвы. И также будущий директ нашего документального фильма Юлия Миломед из Москвы. Десять дней мы ездили по маленьким местечкам, смотрели, откуда мы пришли. Идея фильма была такая – показать, как из этого местечка разбрелись по всему миру потомки одного человека – Цалла Каптуна. Но в «Талантливых руках Юлия Миломед» это получился фильм не о семье. Это получился фильм о семье и о Холокосте. Этот фильм оказался очень удачным. Мы его показывали в Москве, в Киеве, в Сиэтле, в Нью-Йорке, в Филадельфии. В общем, окреленным успехом мы решили создать организацию. По-английски – это Not Profit Organization. Фуандейшн. Цалл Каптуна. Назвали в честь нашего предка Цалла Каптуна, о котором мы раскопали, как я занимался генеалогией еще с детства. И раскопал вот нашего предка. Окреленным успехом этого фильма мы создали несколько проектов. И, кроме того, создали веб-сайт. Эту веб-сайт я хотел бы вам показать, потому что она связана с историей. Цель, точнее сказать, цель нашей веб-сайты – это сохранение истории русскоговорящих евреев. То есть евреев, которые прибыли из Российской империи и из Советского Союза. Наш сайт имеет основных пять тем. Это о местечке, откуда пришли наши предки. Рассказы о семье. Семейные рассказы. Воспоминания. Всевозможные. Например, собранные коллекции воспоминаний в документах, книгах, письмах, всевозможных историях. И одна из таких коллекций – это коллекция военных писем. Вообще удивительно, что люди собирают, дома держат коллекции письма своих родственников. И они не выставляют, держат у себя дома, и никто о них ничего не знает. Вот нам начали присылать эти письма. И с одним из этих писем, писем войны, я хотел вас познакомить. Значит, это письмо написано 30 июня 1941 года, то есть девятый день войны. А мальчик, молодой парень вернулся с техникума в свое местечко к маме с папой. Началась война. Он пишет письмо. Пишет письмо своей старшей сестре. С другой стороны, листочка дополняет его его младшая сестра. Пишут они в Житомир. Пишут о том, что над ними летят, как у них написано, германские самолеты. И, видимо, бомбят город Славут. Написано так. Хотя они нас не трогают, говоря о немцах, но услышно, как обстреливают их в Славуте и других местностях. Но мы должны быть уверены, что у нас крепкая защита, Красная Армия, в которой находятся и наши братья, и не допустят подлых фашистов на землю. Прошло два месяца. На это время письмо дошло до Житомира. А всех жителей этого местечка, включая этих молодых людей, расстреляли в Орву недалеко от их дома. Было их 725 человек. Никто не остался живых. Кроме братьев, которые ушли на фронт. Осталось случайно две девушки. Одна из них попала уже в 50-е годы в Америку и написала книгу о своем побеге из Красностава. Эта книга называлась «Я только одна осталась из нашего местечка Красностава». Кроме коллекции таких писем, их у нас немного, но все они вообще-то потрясающие по своему содержанию. У нас есть другие коллекции книг и разных фильмов. Вообще цель нашей веб-сайт было не собирать коллекции, а сделать такой хаб, такой узел. Если человек пришел в поиск генеалогии, в поиск истории своей семьи, мы отсылаем его во все источники, где он может найти эту информацию. То есть много-много разных ссылок. И вот, например, в данной ситуации у нас такая есть страница. Это ссылка на другую веб-сайт. В Киеве живет Виталий Буряк, который описал жизнь 130 общин, еврейских общин Украины. Мы сделали такой мост между нашей веб-сайт и его веб-сайт. Значит, начинается текст с его веб-сайта и потом переходит на веб-сайт Украины. То есть цель заключалась в том, чтобы сделать одно место, куда человек пришел и получил всю информацию, но не повторять эту информацию, а сделать ссылку. Кроме того, мы предложили людям открыть свои страницы на нашем веб-сайте. И очень многие открыли страницы. Одни описывают там свою историю своей семьи, другие описывают историю местечка, откуда они приехали. Третий публикует индексы имен из каких-то документов. Кроме того, у нас есть страница для просто чтения в онлайне. Здесь книги на русском языке, на английском языке, есть коллекция книг о евреях, выехавших из Советского Союза. Они написали свои воспоминания, и многие из этих книг можно прочитать по онлайне. Вот один из примеров страницы, которая была сделана по просьбе Виктории Чимшик, которая выступала, по-моему, полчаса или час тому назад на нашем мероприятии. То есть, просто здесь информация для тех, кто ищет, хочет копаться в своей генеалогии. Сейчас, минутку, у меня не переключается. Большое место занимает на нашей веб-сайт архивы. Оказалось, это очень популярно, особенно популярно в последние годы. Тут я должен рассказать немножко о Алексе Краковском, можно сказать, герое нашего времени, который в Киеве стал бороться против бюрократического аппарата Украины и требует, чтобы архивы были открыты для всех желающих, что можно сканировать документы. Суд за судом, он проходил суд за судом, везде выигрывал. И публиковал сканированные архивы на... Публикует сканированные архивы на Википедии украинской. Мы же, в свою очередь, копируем, помещаем в нашу базу данных и показываем эти архивы. Название этих архивов мы переводим на английский язык, чтобы это было доступно для американцев. Да, я сейчас напомню, что Алекс Краковский выступал у нас на фестивале на втором. У нас было интервью с Алексом Краковским, так что мы активно его популяризируем в России и рассказывали о нем, было с ним интервью. Вот так. Просто даю гиперссылку сразу. Продолжайте. Да. Значит, наша цель – показать американцам, которые ищут. Они, эти американцы, так же, как и, кстати, и наши советские люди, считали, что все архивы погибли, сгорели во время войны. Ничего нет. Оказалось, нет. Все есть. Значит, мы здесь не только помещаем ссылки на архивные документы, которые мы получили от Алиса Краковского. Тут у нас есть страницы из Минска и Могилевской области. Например, если мы идем на какую-нибудь конкретную часть, идем в Волынскую губернию, мы попадаем на метрики, или метрики, которые велись отдельно, еврейские метрики велись отдельно от литеранских метрик, от православных метрик. И здесь человек может, нажав на ссылку, попасть и читать, если он может читать на русском языке, а если он не может читать, он может каким-то образом собрать людей вокруг, перевести и узнать о своих предках. Когда мы начали помещать эту базу данных, оказалось, что там есть документы, связанные с Холокастом. Например, вот этот документ, неожиданно выплыл этот документ ГЧК, Государственной комиссии после войны, где громаднейшее количество фамилий людей, которые были в оккупации, и в том числе внутри есть фамилии евреев, погибших во время Холокаста. К сожалению, сам Zoom мешает показать и листать все страницы. Это немножко отправлено. Одним из следующих проектов, самым первым проектом нашей организации, это был проект «Поставить памятник в городе Заславль». Памятник погибшим во время войны. Скульптор из Латвии Глеб Пантелеев создал памятник, который вы видите с левой стороны, изображающий тело, пробитое пулями. Вот этот памятник мы заказали, сделали в Житомирской области, делают эти памятники, и установили в лесу около города Заславль. Это был наш очень большой проект. Это было в 2018 году. В этом же месте стоит небольшой памятник, тоже посвященный гибели двух тысяч евреев. Этот памятник даже на нем написан довольно-таки старый, был написан жертвам фашизма 1942-1943 года. В те времена даже нельзя было написать, что здесь погибли евреи. Кстати, в этом же месте погибли мои бабушка и дедушка. Рядышком стоит другой памятник. Памятник девочке, которая погибла, которую убили среди вот этих двух тысяч евреев. Звали ее Светлана, мама у нее была еврейка, папа русский. Они оставили свою дочку во время войны у бабушки с дедушкой и пошли воевать. Они вернулись, никого нет. В городе все погибли. Все евреи погибли. И генерал Саверий Павлович Корости, который жил в Москве, поставил скульптурку своей маленькой девочке Светланы, а умирая, он попросил, чтобы его похоронили на этом же месте. И под его бюстом написано «Я вернулся к себе дочурка». Таких памятников, памятников Холокоста, разбросано по всей территории бывшего Советского Союза очень много. Но удивительно, когда мы начали выяснять о других памятниках, мы оказались под таким давлением, с сомнением. Каким же образом? Ведь никто же не знает, где эти памятники стоят. Не только что памятники, а тем более никто не знает, где эти расстрельные места существуют. Мы обращались в Яд Пашем. В декабре я видел Яд Пашем, разговаривался с ними, с людьми оттуда. Они нам сказали, что в Украине должно быть приблизительно, это никто не знает, две тысячи расстрельных мест. Знают, с одной стороны, люди на местах. Они знают, вот там, где-то в поле, были расстреляны евреи. Или там вот стоит памятник расстрелянным евреям. С другой стороны, Яд Пашем в 90-х годах была попытка собрать это, но никак не представлена довольно-таки хорошо для изучения. А изучать события Холокаста очень важно, потому что это один из типов геноцида. Надо изучать это и в школе, во многих странах изучают школы, я не знаю, изучают ли это в России. Но для того, чтобы изучать, нужно иметь хорошие коллекции, каталогизации мест. И мы решили создать такую аппликейшн, которая покажет места, расстрельные места по всей Украине сначала и соберет все материалы по каждому расстрельному месту. Я еще раз подчеркну, что это расстрельное место не всегда памятник. Например, в Белоруссии там подсчитали, что стоит 525 памятников. Сколько расстрельных мест там вообще никто не знает. Ну и во всех остальных местах. Также в России известно, что было там 49 гетто. Известно, что где-то памятники стоят, где-то не стоят. Погибло 140 тысяч человек. А в Америке вообще к Холокасту относятся не так, как вообще бывшие советские люди. В Америке Холокаст это видят как убийство 6 миллионов евреев в лагерях смерти. Мы же видим Холокаст. С другой стороны, мы видим, как из этих 6 миллионов людей 3 миллиона жителей на бывшей территории Советского Союза были убиты в яме рядышком с их домом. Во враге, в лесу. Я не буду напоминать историю Бабьего Яра. Но взгляды наши разные. А образование должно быть такое, чтобы школьники тоже знали о том, что произошло. Не только о Освенцине, но то, что произошло на территории Украины, Белоруссии, России и так далее. Из-за этого возник наш проект. Это в этом году. В прошлом году поставили второй памятник. Тоже в этом же районе. А в этом году мы открыли проект расстрельные места Холокаста в Украине. Разработали методологию. И как обрабатывать информацию, как ее хранить и как ее представлять. И сейчас я постараюсь кратко показать, как это должно быть. Прежде всего, это карта. В данном случае, это карта Украины. На Украине должны быть проставлены все места по областям. Здесь проставлены три области. Полтавская, Николаевская и Хмельницкая. Если мы нажимаем на Николаевскую область, мы читаем, что в Николаевской области определено 23 тысячи местных евреев было убито. Кроме того, там же было убито порядка 55 тысяч евреев, которые были пригнаны из Молдавии. И, соответственно, если пойти в Николаевскую область, мы знаем, что вот город, местечко, не местечко, это какое-то село Богдановка, где было прямо на этом месте убито 54 тысячи человек. Убит это было 22, 21 декабря 1941 года. На это убийство немцы называли подарок Сталину, это в день рождения Сталина. И в течение трех недель там убивали день и ночь 54 тысячи человек, пригненных из Молдавии, из Аравии, Молдавии. На этом месте стоит памятник, который поставлен в 1998 году. Возвращаясь на карту, я хотел показать, каким образом работает эта карта, потому что она в какой-то степени уникальна. Нам эту карту сделала компания, стартап-компания Map4Us. Уникальность этой карты заключается не только в карте Google, где проставлены маркеры в виде монументов. Уникальность этой карты заключается в том, что здесь имеется шкала. шкала. Эта шкала определяет время, временную характеристику. Немецкие войска двигались с запада на восток и, продвигаясь, уничтожали евреев. Это была специальная команда, которой только этим и занимались. И, двигаясь по этой шкале, мы видим, как все больше и больше появляется расстрелянных мест и эти расстрелянные места двигаются с запада на восток. Если взять вот этот период времени с декабря 41-го года по март 42-го года, то мы увидим вот в этот период времени, у нас, конечно, не все стоит здесь. Здесь у нас стоит только Хмельницкая область и то здесь стоит около 50 мест. А когда мы стали изучать, то выяснилось, что там 95 мест. То есть, такое количество даже не присутствует ни в Ят-Вашеме и никаких других источников. Потому что люди на местах знают лучше и хранят память лучше, чем многие музеи. Если мы возьмем какой-то определенный промежуток времени, тут с сентября до ноября, мы видим, что вот здесь есть место где было расстреляно в определенный период определенное количество людей. Переходя с места на место, мы можем показать люди, любой юзер, в любом музее это можно показать, что произошло. А можно пойти дальше и перейти уже на конкретное место, расстрельное место. Расстрельное место занимает одну страницу, оно должно быть кратким и четким. И вся информация, которая есть, она или должна быть четко представлена, или иметь ссылку на другие источники. Во многих местах, в городах Киев, во многих местах источников очень много. Здесь мы как бы выбрали путь образовательный. Если хочешь, иди дальше, изучай, пожалуйста. Вот здесь стоит памятник, вот как раз тот памятник, который мы поставили в Базославле. Текст на этом памятнике, краткая характеристика, в какое-то время произошло, в этом случае это произошло трижды, в одном и том же месте, было три расстрела, погибло две тысячи евреев, время оккупации, показано, сколько еврейского населения жило в этом месте, и сколько жил в 1897 году по первой переписи населения, и жило перед войной. Как бы показано, как исчезло это местечко, исчезло вовек. Дальше идут всевозможные ссылки, начиная с ссылок на имена погибших, в основном это ссылки на Яд Вашем, есть книга, книга скорби, на Украине выпущена, где мы указываем, в каком томе можно найти имена. Есть ссылки на людей, которые выжили, пережили Холокаст, есть ссылки на людей, которые рассказывают, как это произошло, есть ссылки на документы, на фильмы, и отдельное место занимает это праведники мира, те, кто спасал евреев. Переходя с места на место, с одного расстрельного места на другое мы видим, что они неидентичны, и я хотел бы сказать, что во многих местах, не во многих местах, но есть места, где информации недостаточно, и мы над этим работаем. Есть места, в которые местное население знает, что погибли здесь евреи, вот это нам прислали в Сменицкой области, вот стоит такое место, на фотографии оно указано, вот здесь расстреляны были евреи, здесь они были закопаны, ни памятника, ничего нет. Наша задача не сказать, давайте поставим памятник, наша задача сделать всеобщую систему каталогизации и представления информации о каждом расстрельном месте. Из-за этого нам не хватает в данный момент людей, которые могут нам помочь, нам нужны добровольцы, которые могут помочь собрать эту информацию. Я надеюсь, в следующем году мы сделаем это по Украине, а потом, может быть, пойдем дальше. На этом я заканчиваю свое выступление, по-моему, я вошел во время, так что, если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, спасибо, Михаил. Грустная, но важная тема, важная работа, без сомнения. Большое спасибо вам за нее. Я уже не могу реагировать более ярко, потому что у меня это 53-я лекция. Я иногда прошу просто благодарю лекторов, прощаюсь с ними и представляю следующего лектора, хотя искренне вот на этом фестивале я почти все лекции слушаю, не отхожу ни разу, никуда. Потому что на предыдущих, например, я себе позволял отходить, а на этих в том числе я не только еще сопровождаю, но еще и внимательно слушаю, что вы говорите. Так что спасибо вам за вашу работу и спасибо за то, что приняли приглашение участвовать в нашем фестивале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok